Всем привет! С вами Zerazepox или же просто Сергей. И сегодня я вам покажу и расскажу, как получить достижение God of RNG в игре Psychonauts Utoka. Внимание! Данный гайд актуален до версии игры Alpha 2.2.8. Для начала немного информации об этом достижении. Описание. Получите хорошую концовку без повреждений в сложном экстремальном режиме. Примечание. Выполняя это достижение, можно использовать маску кифа и кирпич. Ну что ж, давайте перейдем к самому гайду. Метод, который я вам сегодня покажу, помог найти один из игроков под ником Nikaroot. Данный метод практически не заставит вас потерять много времени и нервов. Что ж, для начала вам нужно быстро найти ключ в офисе. Посмотреть на камеру, чтобы убедиться, что Сайка нет в коридоре Си, а это важно. Ну и затем активировать экстремальный режим Янгери. Важно помнить, покидая офис, бегать нельзя, иначе Элису погонится за вами. Стоит отметить, что экстремальный режим Янгери работает по следующему принципу. Хоть и Зайк две, но активируются они по очереди, когда активная одна, другая, как правило, сидит на месте. Конечно, они обе становятся активны, если вы перед ними бежите или стоите, ну и так далее. Итак, когда вы бесшумно покинули офис, направляйтесь в коридор Си, чтобы потом спуститься в кладовую у лестницы для взятия маски кифа. Это необходимо для дальнейшей безопасности. Пока маска кифа при нас, она будет защищать от нападения Зайк, но при этом, мы должны держать зрительный контакт с ними. После того, как мы взяли маску кифа, нам необходимо пройти в электрощитовую, чтобы включить электричество. Делать это нужно максимально бесшумно и незаметно. Важно помнить, решить головоломку нужно как можно скорее. Сайка и Элис услышали, как вы открывали дверь в эту комнату. Кроме этого, включайте электричество осторожно, и без ошибок. Ошибки в головоломке привлекает их внимание. Итак, вы включили электричество. Это привлекло их внимание. Вы либо незамедлительно прячетесь в шкафчик, чтобы переждать их визит, либо быстро покидайте комнату электропитания. Сейчас будет самое интересное. Вам нужно пойти на крышу, привлекая внимание Сайка. Как только Сайка вас обнаружила, берите кирпич и бросайте в нее. Вам нужно попасть в Сайка два раза в течение пяти секунд. Можно три, если позволяет ситуация. Как только вы это сделаете, вам необходимо быстро покинуть крышу. Затем произойдет баг, Сайка останется на месте и Элису деактивируется. Деактивировать этот баг можно путем попадания в ловушку близким контактам с Сайкой или Элису. Ну и дальше все просто. Нам необходимо собрать код. Повторюсь, ни в коем случае не подходите близко к Сайкой или Элису, пока они не активны, а также осторожно обходите ловушки. Я напомню, что три ключа встречаются в коридорах ABCD, причем один из них будет пустой. А четвертый ключ встречается либо в переговорной, либо в компьютерном классе, либо в столовой, либо в библиотеке. После того, как вы собрали код, осторожно идите в офис. Обратите внимание, как я незаметно обошел Элису. Ну а потом, сначала вводите код неправильно, это деактивирует баг. Пока они в баге, вы не можете двигаться дальше. Затем, через некоторое время, вам нужно обернуться назад, чтобы убедиться, что Сайка и Элису сидят на столе. Сейчас вам нужно вести правильный код. Помните, не допускайте ошибок. После третьей или четвертой попытки, Сайку и Элису начнут вас атаковать. Как только вы открыли сейф, вам нужно аккуратно, не оборачиваясь. Пойти назад, чтобы Сайка или Элису вас поймали. Это активирует специальный нужный скрипт. Потом вы увидите кассену, в которой вам нужно будет обязательно сыграть с Элису в камень-ножницы-бумага. Иначе вас просто убьют. Чтобы выиграть в камень-ножницы-бумага, вам просто нужно поставить камень в самом начале, ничего не меняя. Как только вы победите в этой игре, вы сможете спокойно взять ключ от выхода у Элису. Таким образом, вы сделаете хорошую концовку без урона, и получите достижение. Хочу отметить, что я использовал этот метод в своем 10-часовом стриме, глянуть который вы можете по ссылке в описании к видео. Что ж, вот такой вот получился гайд. Надеюсь, он вам был полезен. Если что-то непонятно, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. Итак, я с вами прощаюсь. На связи был ZeroZipox или же просто Сергей. Все самые полезные ссылки в описании к видео. Всем удачи, всем пока, до новых встреч!